Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастыр Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, «Вы знаете, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так, будто бы вы знали, что у меня происходит в жизни». А все это потому, что Слово Божие имеет очень много смысла. Оно как помазанный здравый смысл на каждый день. Помните, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Именно поэтому Слово Божие многогранно. Никуда не уходите. Прошу вас, оставайтесь с нами до конца программы. И я верю, что вы по-новому узнаете Господа Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие, которое приготовлено специально для вас. Итак, наслаждайтесь Словом. Давайте откроем второе послание Тимофею, третью главу. Это мой любимый стих о Библии. Все Писание вдохновлено Богом. Иными словами, оно содержит в себе дыхание Бога. Каждый стих Библии, каждое родословное, каждое упоминание о каждом поколении, все, ну, абсолютно все Писание, а не только ваши любимые стихи, все Писание вдохновлено Богом. А еще оно полезно. Полезно для научения, для обличения. Аминь. Кто из вас любит научение? Замечательно, когда вас учат Слову Божьему. У вас было такое? Вы приходите в церковь, и кто-то читает стих, который вы читали миллионы раз, а вы думаете, я читал этот стих миллион раз, но никогда так не думал, пока мне это не объясняли. А вот что значит «полезно» для научения. Но смотрите, что сказано далее. Оно полезно для обличения. Хм, а еще для исправления, для наставления в праведности. Что? Все Писание полезно. Я считаю, что как церковь мы должны обличать некоторые вещи в нашем обществе. Мир уходит от Бога все дальше и дальше, а мы должны возвращать людей к Нему. И Слово Божие – это наш компас морали, главное основание для принятия решений в нашей жизни. Все Писание полезно для научения и обличения. Иногда у вас появляются неправильные мысли, и Писание обличает их. Иногда вам нужны исправления, и Слово Божие полезно для этого. Кто из вас может сказать, что Слово Божие изменило ваше мышление и вашу жизнь? Наверняка каждый, сидящий здесь. Нам нужно жить в соответствии с мудростью и знанием Слова Божьего. А знали ли вы, что Библия говорит, что страх Господень – это начало мудрости? Как же нам стать умнее и еще при этом мудрее? Как? С помощью Слова Божьего. Это известный факт. Если вы регулярно посещаете церковь, слушаете помазанное учение Слова Божьего, которое полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности, то у вас лучший старт в жизни, чем у остального населения. Доказано, что у людей, регулярно посещающих церковь, более высокий уровень IQ. Вы понимаете, что ваш IQ будет выше, чем у среднестатистического американца? Как так получается? А все потому, что страх Господень – это начало мудрости. Слово Божие также называют Писанием. Это не просто письмена. Мы используем этот термин только по отношению к священному Писанию. Именно так все Писание полезно. Вы должны помнить это. Если кто-то проповедует из Слова Божьего, это не означает, что то, о чем он проповедует, правда. Мне нравятся верийцы. Они с интересом слушали Слово Божие. Но они проверяли, а соответствует ли услышанное ими истине. Об этом мы с вами читаем в книге «Деяний святых апостолов», 17 глава, 11 стих. Верийцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Нам часто кажется, что любая проповедь из Слова Божьего – это истина. Можно даже говорить совсем не то, что подразумевает Библия. Это пытался сделать дьявол. Он сказал Иисусу, если ты бросишься вниз, то Бог позаботится о тебе. А Иисус сказал, да, оно так же написано. Если кто-то цитирует Библию, то это еще не означает, что это правда. Я знаю проповедника, который использовал стих из Библии, чтобы оправдать развод со своей женой, потому что она не была послушна ему. А потом он использовал другой стих из Библии, чтобы заставить церковь принять его новую жену. Знаете, какой стих он использовал? Он использовал историю из книги «Есфирь», где царь оставил свою первую жену и женился на Есфире. Вы можете рассказывать эту историю, но она о царе, не знавшем Бога и не знавшем его принципов. Да, это библейская история. Но то, что кто-то цитирует стихи из нее, не означает, что это правда. Этому мне нравится вериться. Им нравилось слушать слово, но они хотели проверить, соответствует ли оно истине. Думаю, это прекрасно. И снова мы видим слово «Писание» здесь, в этом месте, в Деяниях. Еще один пример приведу вам чуть позднее. Но вначале я хотел бы прочитать местописание из Евангелия от Иоанна. Это 7 глава, 42 стих. Разве не сказано в Писании, что Христос будет из рода Давида и из Вифлеема, того селения, откуда был Давид? Далее мы посмотрим с вами «Послание к римлянам», 4 главу, 3 стих. Ведь что говорит Писание? «Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». «Нравится мне этот стих», а что именно «нравится мне» в этих двух стихах? Они ссылаются на Слово Божие, тем самым показывают желание учиться из Слова Божьего. Еще одно слово, которое мы используем по отношению к Писанию, это Слово Божие. Думаю, вы все знакомы с ним. Второе послание Тимофею, 2 глава, 9 стих. «За Которую я страдаю, и за Которую меня, как преступника, заковали в цепи». Но Слово Божие заковать в цепи невозможно. Слова Библия, Писание, Слово Божие мы используем по отношению к этой книге. Аминь? Библия — это собирательный термин, обозначающий группу книг, которые содержат единственное истинное и полное откровение о Божьей воле для человечества. Ветхий Завет состоит из 39 книг, а Новый Завет — из 27. Давайте поговорим о Ветхом Завете. «Я лишь хочу, чтобы вы лучше знали свою Библию, познакомились с ней поближе и не боялись ее. Также я хочу, чтобы вы увидели в ней Божью мудрость и его вдохновение». Бог вдохновил людей собрать все эти книги вместе в то, что вы сегодня держите в руках. То есть Бог не только написал свое слово, но хранил, берег и защищал его. И сегодня вы можете быть уверены, что ваша Библия — это Слово Божие. Оно безошибочно, и вы можете жить и принимать все свои решения в соответствии с ним. Давайте рассмотрим Ветхий Завет. Там есть закон. Это первых пять книг Библии. Это хронологический порядок книг. «Бытие» — это книга начала. «Исход», «Левит». Книга «Левит», да. Что же это за книга такая? Потом «Числа» и «Второзаконие». Все это в общем и целом закон. Потом идут «Исторические книги». Книга Иисуса, «Новина», «Судей», «Руфь», «Царство». Первая, вторая, третья и четвертая. Потом целых две книги. «Паралипоменон», «Ездры», «Ниемии», «Книга Есфирь», «Восстановление храма», построенного Давидом. Описано в книге «Ниемии». Затем идут поэтические книги. Вот они. Книга Иова, «Псалтырь», «Притчи». «Экклесиаст», «Песня песней». Это прекрасная книга для женатых людей. Но это должна была быть шутка, но, кажется, вы не поняли меня. Не нужно строить доктрины на основании поэтических книг. Не нужно строить доктрины на притчах. Они находятся в Библии, чтобы проиллюстрировать истину. Итак, мы должны понимать, что Слово Божие вдохновлено, но мы должны знать, как его читать. Затем идут большие пророки. Исайя. Это прекрасная книга. Затем идет Иеремия, плачущий пророк. Не читайте «Плач Иеремии», если вы в депрессии. Потом идет книга Иезекииля. Что это за книга? Колеса. Существа с четырьмя лицами. А потом внезапно люди плывут в реке Божией. Затем книга Даниила о том, как Даниил молился, и ангел принес ответ на его молитву. Поразительно. Я пытаюсь заинтересовать вас Библией. Посмотрите на малых пророков. Осия. Вы когда-нибудь читали книгу Осия? Бог сказал этому человеку жениться на проститутке. Не думаю, что именно к этому Бог призывает вас сегодня. Но смысл книги в том, чтобы показать, что такое брак с неверной женой. Но, несмотря на все это, Бог возвращает ее к себе. Это прообраз церкви. Далее книга Иаиля. Иаиль пророчествовал о том, что будет в Новом Завете. Иаиль говорил о том времени, в которое мы живем. Затем книги Амоса, Авдея, Ионы. Бог сказал Ионе, иди проповедовать в Неневию. Но пророк не хотел этого делать и сел на корабль. Потом он прыгнул за борт, и его проглотил кит, и выплюнул именно там, где он должен был проповедовать. Вы знали, что это история из Библии вообще-то? Затем идет книга Михея и Аввакума. Просто обожаю Аввакума. Господь радуется, когда видит начало работы. Затем идет Сафония. Агей, Захария и Малахия. Это канонический Ветхий Завет. Я хочу сказать, что вы можете доверять своей Библии. Бог защищает ее. Он вдохновил ее и следит за ее сохранностью. Давайте прославим за это Господа. Ветхий Завет, Новый Завет, Библия, Слово Божие, Священное Писание. Все это наше наследие. Восплещите ему. Завет — это взаимное соглашение между двумя сторонами, а также это последняя воля, как завещание. Это завет или соглашение между двумя сторонами. Ветхий и Новый Завет — это завет, который Бог заключил с нами. Мы живем в Новом Завете с лучшей надеждой и лучшими обетованиями. Мы живем в то время, о котором молился Моисей. Моисей молился о том, чтобы все люди Божии были пророками, и чтобы Дух Божий был на каждом. Но Моисей не жил в такое время. Это удивительно. Прочтите историю о том, как Моисей вел израильтян в землю обетованную. Моисей сказал Богу, что быть лидером слишком тяжело. И Бог ответил, «Ну, я тебя понял. Собери 70 старейшин, введи их в скинию Божию, я возьму Дух, который на тебе, и возложу на них». В Ветхом Завете не все могли иметь Духа Божьего. Вы меня услышали? Дух Святой сходил на людей и сходил на них регулярно, в какое-то время. В Библии сказано, что Дух Божий сошел на Давида, а еще сказано, что Самсон не знал, что Дух Божий покинул его. В Ветхом Завете Дух сходил на людей и уходил от них. Он не находился на них постоянно. Он не пребывал в них. Вы услышали меня? Итак, Бог сказал Моисею, «Собери 70 старейшин в скини, и я возьму Дух, который на тебе, и возложу на них». Но по какой-то причине у двоих из 70 ничего не вышло. Меня всегда поражает. В какое бы время вы ни назначили, кто-то обязательно не успеет. Для меня было бы чудо, если бы на наши мероприятия не приходили только двое из 70. По какой-то причине двое мужчин не успели прийти. Может, они не могли найти обувь или ключи от машины. Может, они поругались с женами. Не знаю. Ну, почему-то их не было в скинии. Но Бог взял Дух, который был на Моисеи, и поместил на всех, даже на тех, кто не дошел до скинии. Кто-то прибежал и сказал Моисею, что те мужчины пророчествуют в лагере. И Иисус Новин сказал, «Моисей, запрети им». Не прошло пяти минут, как появились пятидесятнические традиции, что можно, а чего нельзя, где можно и где нельзя. Но Моисей дал удивительный ответ. «Хочу показать вам, Ветхий, Новый Завет». Моисей сказал, «Не переживай за меня». Я хотел бы, чтобы все люди Божии были пророками, и Бог поместил Свой Дух на них. Моисей молился о том времени, в которое живем мы с вами. Мы живем во время Нового Завета, и Дух Святой в нас, а не снаружи. Он прибывает на нас, а не приходит, а затем уходит. И Новый, и Ветхий Завет — это любовные письма Бога. Любой может взять эту Библию и сделать ее негативной книгой, где Бог выглядит плохим и злым. Но на самом деле, Он больше всего... Он Бог изобилия и Бог благодати. Это Его Завет, Его воля и Его завещание. Я лишь пытаюсь разжечь ваш интерес к Библии. Я хочу заново разжечь ваш аппетит. Итак, у нас есть Писание, Слово Божие, Библия, коллекция книг. Мы видели канонический Ветхий Завет и его формирование. И теперь мы можем читать его с большим пониманием. Все в Ветхом Завете указывает на Завет Новый. Согласны? В вас поднимается жажда к Слову Божьему и уверенность в том, что оно непогрешимо. Ну, по крайней мере, я уверен, что это так. В вас поднимается эта жажда, пока я проповедую. Затем были целые дебаты насчет разделения книг Библии на главы и на стихи. Вы что-то получаете для себя? Откуда мы знаем, что это не было ошибкой? А откуда мы знаем, что то, что вдохновлено Богом, все еще соответствует своему первоначальному контексту, когда мы разделили это на главы и на стихи. Сейчас я объясню вам смысл глав и стихов. У кого из вас есть GPS? Скажите, а кто помнит дни до появления GPS, когда приходило использоваться старыми картами? Откройте карту А82. Вы открываете верхнюю часть карты, потом идете в самый низ. Помните это время, да? А помните дорожные знаки? Система GPS помогает нам получить географическое понимание того, как попасть из точки А в точку Б. Кстати, у меня все равно есть претензии к GPS. Знаете, когда вы включаете GPS, голос говорит вам «Езжайте на юг». И вы думаете «А где здесь юг? Справа или слева?» Тот, кто исправит эту проблему, заработает много денег. Наверняка вас тоже это немножко раздражает. Я думаю «Ну я же не знаю, куда мне ехать». Итак, если вы едете в правильном направлении, то все в порядке. Но если вы едете не туда, то, что вы слышите, развернитесь. Вам ведь нужно ехать в другом направлении. Но самое главное — двигаться. Только в движении вы поймете, правильно ли вы едете. Если нет, то нужно просто развернуться. Кто из вас благодарен за GPS? Слово Божие, вдохновленное Богом, не имело абзацев. Там даже не было структуры предложений. Это была целая книга. Например, вы хотите прочесть Оси 10 главу 12 стих. И сегодня мы можем его найти, потому что кто-то додумался поделить все на главы и на стихи. Раньше вам пришлось бы прочесть всю книгу Оси, чтобы найти этот стих. А теперь у нас есть свой GPS. Там сказано, «Сейте для себя праведность и пожнете плоды верной любви. Распашите свою целину, потому что настало время искать Господа, пока Он не придет и не зальет на вас праведность, как дождь». Теперь мы можем найти этот стих и получить откровение благодаря тому, что кто-то, также вдохновленный Богом, придумал разделить все на главы и стихи. Думаю, это было такое же вдохновение от Бога, как написание Слова, сохранение Его и даже Его печать. Сам Бог защищает, хранит и печатает Своё Слово. Бог есть во всём этом. Вот почему мальчик-мусульманин в 1947 году, когда пас овец пустыни, бросил камень в пещеру и нашёл свитки Мёртвого моря. Он просто пас овец пустыни, а нашёл подтверждение подлинности всего Ветхого Завета. Бог всё ещё защищает и подтверждает Своё Слово. Слово Божие живо. Оно живое. Сегодня мы имеем напечатанную Библию, и это Слово Божие. И пытаюсь показать вам, что Бог вдохновил написанное в Библии. Бог вдохновил собрание всех книг Библии. Бог вдохновил создание канона. И Бог всё ещё продолжает защищать, беречь, продвигать, издавать Своё Слово так же, как это было и при Его написании. Слово Божие не меняется, но теперь его проще понимать и находить какие-то конкретные стихи. Так же, как в том примере, который я привёл вам только что. Всё это сделано для вас, и вы можете доверять своей Библии. Это непогрешимое Слово Божие. Непогрешимое, я сказал. Ну же, прославьте Бога за Него. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом. Вера в Бога — это хороший старт, но она не даёт вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас, если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живёте так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что Он — друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус — ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же, если вы не живёте для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, «Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя». Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь и аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителе. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна. Если вы живёте в этом регионе, мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли молитву покаяния. Пусть Бог благословит всех вас. Господь, мы прославляем Тебя и Твоё имя во имя Иисуса. Служение – это то, к чему меня призывает Бог. Я с детства в церкви. Я знал, что именно так и нужно жить. Я не знал, почему, но знал, что так надо. Помню, как однажды мой пастор пророчествовал мне, что в 16 лет я уже буду проповедовать. Тогда мне было 8, поэтому я просто забыл об этом. Позже мы приехали в Вирджиния-Бич, и в старших классах я стал посещать уроки по изучению Библии. Там я впервые проповедовал Евангелие. Я поднялся, чтобы призывать к покаянию, и вспомнил, это же исполнение того пророчества. В то же самое время я готовился к поступлению в колледж на специальность архитектор. Я поступил в известный университет. Моя семья была очень рада, но потом возник конфликт, когда я понял, что все это не для меня. Я стал молиться об этом и спрашивал Бога, «Ты действительно хочешь, чтобы я поступил в библейский колледж?» Он ответил, «Да, тебе нужно твердое основание». Я постоянно боролся с мыслью, что же мне выбрать. Я решил поступить в лидерский колледж Церкви Волна и еще ни разу не пожалел об этом. Мне нравятся отношения преподавателей тут. Они действительно заинтересованы в том, чтобы помочь вам и узнать вас поближе, открыть все ваши дарования и таланты. Обучение в этом колледже стало прекрасным основанием для моего служения в роли пастора. Я уверен в себе и с радостью жду того, что Бог приготовил для меня в будущем.